Добрый вечер! 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 это снижение непосредственно потребляемых тех топливно-энергических ресурсов, которые на предприятии используются. Третье направление это продолжение модернизации предприятия и ввод в действие новых, более эффективных линий, которые сегодня нам дадут большую производительность труда при меньших затратах, в том числе и на обслуживание этих линий, потому что сегодня наша фабрика является трудоемким предприятием, требующим большого количества занятых людей для производства продукции по всем направлениям. Мы сегодня работаем с тем, чтобы меньше зависеть от кредитных ресурсов банков и с этой целью мы снижаем свой кредитный портфель практически до минимума, таким образом настраивая работу с нашими покупателями, чтобы оборачиваемость нашего товара была сегодня выше, чем она у наших конкурентов на сегодняшний день. Существует таким образом мы сегодня будем получать достаточно денежные средства, наш финансовый поток нам позволит быть независим от кредитных ресурсов и работать за счет собственных оборудованных средств. Зараз среди новых партнеров и Китайская Народная Республика. Походение о супрационировании с провинцией Цянцзу подписано на этот день. В середине соковика туда отправится первая парта солодкой продукции у гомельского предприемства. Коля 150 наименев цукерок, пятшеней и вафля, а гэта каля 10-15 тонн, трапят у китайские крамы на початку мая. Для гомельского предприемства гэта не только поширение географии продажу, а и стабильные выгодные умовы гандлю со 100% передоплатой и разликом не в долларах, а в юанях. Дарыш и Спартак станет первым из белорусских харшовых предприемств, якое будет принимать оплату у гэтой валюте. Провинция достаточно большая, провинция достаточно богатая, поэтому нам есть что им предложить из всего многообразия того ассортимента, который на предприятии выпускается. На сегодняшний день Китай для нас очень интересный рынок, потому что мы представляем его емкость, мы представляем его достаточно неплохую платежеспособность. И тот весь ассортимент, который на предприятии вырабатывается, он сегодня достаточно хорошо продается другими производителями, и российскими, и украинскими, и европейскими, и американскими на этом рынке. Дарыш и ситуацию с узровнем зарплаты на предприемстве так само отримливается контролировать. Летость, в сравнении с 2014 годом, средняя заработная плата на заводе повеличилась прикладно на 8%. Это добрый покажек, когда уличить, что тут працует свыше 2000 человек. А зараз информация для тех, кто ожидает экономить не только деньги, но и час. Мы наведали гомельский магазин «Расинка» и «Центральный рынок». Ознаемились с ценами, пораунали их, и зараз докладно ведем, какие продукты и где набыть можно больше танна. Куриную тушку у крамей на рынку можно купить по приблизно однольковым коштям. От 29 до 33 тысяч за килограмм у «Расинцы» и по 32 на «Центральном рынку». За куриной галенкой можно смело отправляться у краму. Тут она прикладна на 10 тысяч тоннейше, чем на рыночных родах. Как и мандарины, яблоки из белорусских садов, бураки и капуста. Кошт на свиное филе с лопатки на рынку и у краме одрозневается незначно. Каля 70 на рынку и без малого 74 тысячи у краме. На цыбуллю цены приблизно однольковые. Каля 7 тысяч, а капусту, моркву и бульбу больше выгодно купить на рынку. И на гэтым, по кулю 7, у студии працавала Марина Северьянова. Удалих покупок и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин